Добрый день! Я являюсь членом Генерального Совета Президиума Ассамблеи Народов Евразии. Это структура, которая объединяет более 97 стран мира и как раз ровно год назад в Азербайджане проходил очередной съезд Ассамблеи. Прекрасно. Я хотел бы начать с такого, знаете, хотелось бы говорить исключительно о приятных вещах, как в принципе мы с людьми из Израиля, как правило, и говорим о приятных вещах. Сейчас идет война, и эта война вместе с собой принесла ряд вещей, которые откровенно неприятны. Я думаю, что наравне с тем, что это неприятно Израилю, неприятно и нам. Мы об этом уже несколько раз с людьми из Израиля говорили. Война идет здесь, но критика достается и государству Израиль, как ни странно, от Армении в том числе. То есть Израиль тоже получает свою долю критики. И знаете, по моим наблюдениям, по моим наблюдениям, критика критикой, но в иной раз то, что сейчас происходит в Армении, можно в принципе назвать неким, знаете, всплеском антисемитизма. Потому что там есть разные уровни, я даже приведу несколько цитат, но это после. Просто знаете, что удивляет? Я хотел бы узнать ваше мнение, почему так получается. Не реагирует интеллигенция, не реагируют общественные деятели, не реагируют люди, которые, знаете, как в таких случаях, они как совесть нации должны сказать свое слово. Ну, какие-то там штатные политологи, может быть, какие-то чиновники, которые на эмоциях сейчас проигрывать всегда сложно, это понятно, говорят это все. Но ведь не реагирует интеллигенция, деятели культуры и так далее. Почему так получается? Ну, смотрите, давайте вернемся к тому, что, в принципе, Армения, она мононационалистическая страна, где порядка 95-98% населения всегда составляли, в общем-то, именно армяне по национальности. И поэтому отношение к Израилю сегодня особенно изменилось, несмотря на то, что буквально совсем недавно, там, несколько месяцев назад Армения вроде бы открыла посольство Израиля, в Израиле открыло свое посольство. Но после начала событий в Азербайджане посол был срочно отозван, как бы, для консультации, в связи с тем, что явная поддержка, в общем-то, интересов Азербайджана и поддержка Азербайджана со стороны Израиля, она присутствует. Присутствует на всех уровнях и на уровне гражданском, на уровне политическом несколько раз пытались, были даже не просто, как бы, критика Израиля, были воинственные лозунги по отношению к Израилю, вплоть до того, что Израиль еще получит свое за свою поддержку Азербайджана. Но, как бы, это все не приносит никакого результата для Армении, поскольку, в общем-то, дружба наших стран, она очень давняя, и азербайджанские и еврейские народы всегда были, как бы, в одном строю, всегда были вместе и поддерживали друг друга. Поэтому, даже когда недавно вышла петиция, ну, есть активисты проармянские в Израиле, это понятно, они обратились в Высший суд справедливости с тем, чтобы запретить поставку вооружений Азербайджану, израильских вооружений Азербайджану. На что был получен конкретный ответ о том, что Израиль, страна, которая осуществляется с Азербайджаном, многомиллионные сделки на протяжении всей совместной истории дружбы. Это не только сделки по вооружениям, и нет никаких доказательств того, что закупаемое в Израиле оружие было специально для военных действий против Армении, а продажи идут именно чисто согласно договоренностям, которые уже существуют много лет, поэтому нет никаких причин вообще, в принципе, рассматривать подобные исковые заявления. На тот вопрос, который вы задали относительно, почему в Армении не пробуждается голос интеллигенции, голос культуры народа, смотрите, я не нахожусь в Армении, поэтому мне отвечать за них тяжело, но могу только сказать, к сожалению, констатировать тот факт, что буквально недавно памятник жертвам катастрофы, которые стоят в Ириване, он был подведен акту вандализма, что, в общем-то, не вносит дополнительные дружеские реалии между Израилем и Арменией. Ну и кроме того, известно, что в Армении установлен памятник Джек, который принимал очень активное участие в истреблении еврейского населения в период Второй мировой войны. Эти и многие другие факты, они, по сути дела, не сближают, а скорее отдаляют Армению от Израиля. Вы очень важного момента коснулись по поводу Горигины НЖД, но долгие годы мы об этом говорили, предупреждали. Сейчас есть маломальское ощущение, что, допустим, в той же России тоже готовы на это реагировать, потому что памятник стоит давно, и мы говорили, ну вот последние два года как-то лед тронулся, да, и вот как бы тут мы видим в некоторых случаях действительно правильную реакцию, что, ну, не место этому памятнику, и, в принципе, если вы исповедуете такие идеи, то о чем с вами говорить? Я просто, говоря антиседмитизм, я сказал, что я приведу цитаты. Вот смотрите, опять же говорю, на эмоциях какие-то чиновники и так далее, там подобные, это среднего звена, я не знаю, какие-то общественные деятели, это тоже неправильно, но, ну, так понимаешь... Ну, как же вы красали, просто его накопили. Да, ну, понимаете, вот советник начальника генштаба вооруженных сил Армении, официальная должность, Владимир Пагасян, выступил с заявлением, ну, омерзительное, на мой взгляд, он сравнивает Израиль с Германией 33-го года, и говорит, что не менее важно, мы никогда не простим, и придет время, мы отомстим вам, знаете. Никто, с того момента, как он это написал, сказал, никто не пытается дезавуировать, никто не хочет выйти и сказать, что, ну, у нас война, горячие головы, никто не реагирует. МИД Армении не стал это, или Министерство обороны на уровне пресс-секретаря не стало дезавуировать это, не стало говорить, что, ну, как бы это к нам не имеет отношения. Как это воспринимать, как будет реагировать на это государство Израиль? Ну, вы знаете, на самом деле, вот эти, если так можно сказать, китайские углозы, они очень смешны, поскольку, ну, давайте, скажем так, кроме своей тесной связи и поддержки, ну, в общем-то, не секрет со стороны Ирана, государства Армении, и то, что государство Армении, открывая свое посольство в Израиле, не стесняясь, так можно сказать, заявило, что они советовали с Ираном по поводу того, где открывать, как открывать и так далее, зная, в общем-то, напряженные отношения между Израилем и Ираном. По сути, эти угрозы, они, ну, сказал и сказал, да, реагировать как? У нас нету посла в Армении. Посол Армении в Израиле тоже уехал отсюда, поэтому вызвать его на ковер, чтобы вынести ему ноту протеста со стороны Израиля, физически невозможно, скажем так. С точки зрения, почему никто не реагирует, вы знаете, у меня создалось такое впечатление, я, собственно говоря, об этом как-то писал в комментариях на азербайджанском сайте Трэндаз, что такое впечатление создается, что в Армении каждый сам себе голова, то есть, что хочу, то говорю, нету никакой единой политики, такое образно-броновское движение в головах, каждый пытается показать себя большим военачальником, показать, что именно он заботится о будущем армянского народа, и именно он за него воюет, на самом деле это все больше смахивает на пустословия, за которым нету реальных никаких идей, потому что, ну, я обращусь к тому, что сказал господин Алиев, что азербайджанский народ, при том, что сегодня есть колоссальные успехи на военном фронте, и это доказало, вернее опровергло, скажем так, в свое время создатели Минской инициативы, что военным невозможно решить Нагорно-Карабахскую проблему военным путем. Время показало, и практика показала, что да, возможно, но все равно, как бы, Азербайджан при этом на всех уровнях показывает, что готов перейти к мирному диалогу при соблюдении армянских сторон тех или иных условий, которые нормально дадут возможность говорить. На сегодняшний день все действия проходят на территории Азербайджана, и, к сожалению, гибнут именно азербайджанские мирные жители в городах, которые, по сути дела, не имеют никакого отношения даже к рефронтовой зоне. Понятно. Я, вот вы очень важного момента коснулись по поводу призыва Азербайджана, и на самом деле так есть. Официально в Баку обращаются, мы говорим, хоть завтра готовы, да, пусть они просто поймут, что те территории, которые мы уже освободили, так мы уже их освободили. Не пытаться там что-то переходить к контрнаступлению такая и так далее, но вот с армянской стороны не получается. И здесь я хочу узнать ваше мнение по такому поводу. Понимаете, как? Мы можем предположить, что 27 сентября, ну, теоретически, армянская сторона не понимала, как ситуация будет развиваться. До них не дошло. Хотя серьезные люди понимали соотношение сил, и если война началась, прекрасно понимали, как эта ситуация будет развиваться. Мы можем предположить, 27 сентября в официальном Ереван не знала бы это. Ну, дней через 10, может быть, тоже не дошло. Но сейчас уже больше месяца идет война, и все вокруг говорят, что война проиграна Армении, это вопрос времени. И просто идет гибель, вот они посылают солдат под эти снаряды, просто погибают ребята. То есть логики никакой нет, нет шансов, нет надежды на какое-то контрнаступление, что-то поменять. Все их и на международное сообщество, они что-то надеялись, об этом я отдельно, если время позволю, поговорю. Ничего не сбылось, и по-военному ничего не сбылось. Что мешает Армении воспринять это, согласиться на те условия, которые предлагает Азербайджан? И, по сути, предотвратить гибель своих солдат? Рыба клеет с головы. Опять-таки вернусь к тому, что сегодня руководство Армении нынешнее, оно очень хаотично принимает решение. И это приводит к тому, что с одной стороны люди, ну, с той стороны тоже, поднимаясь якобы на патриотической волне, что мы защищаем, на самом деле не могут понять, что они ничего не защищают. Потому что война идет на оккупированных азербайджанских территориях, на территориях, которые, по сути дела, для азербайджанской стороны это освободительная операция. И то, что происходит, азербайджанские вооруженные силы, они освобождают свои территории, с которых 20%, которые уже на протяжении практически 30 лет находятся под гнетом чужой страны. Причем это признано всем мировым сообществом. Я не могу ответить на вопрос, почему армянская сторона не готова признать даже не пораженческий характер сегодняшних их операций, даже не бесперфективность продолжения военных действий, А то, что сегодня, по сути дела, продолжая вот эти атаки, пытаясь заново перехватить азербайджанские территории, они вновь и вновь показывают всему цивилизованному миру, что они выступают в ранге захватчиков. И их цель отнюдь не миротворчество, их цель не принести мир и стабильный, их цель завоевать, захватить, хотя для чего и ради чего вот эти жертвы, они действительно непонятны. Ведь, с одной стороны, да, как мы уже сказали до этого, что силовое решение конфликта, как показала практика, оно, да, возможно, и оно происходит, и Азербайджан с честью отвоевывает свои земли. С другой стороны, безусловно, жалко тех матерей, которые вынуждены отправляют своих детей на фронт. И с одной, и с другой стороны, как бы гибель любого человека, это трагично, неважно его, как бы, национальность, и гибель женщин, детей, стариков, это вдвойне и втройне трагично. Но, к сожалению, армянская сторона готова бросать в этот котел войны все больше и больше своих детей и сыновей ради какой-то бесперспективной идеи. Идеи утверждения того, что не может быть утверждено никем. Даже Нагорно-Карабахская республика, она не была признана ни одной страной мира. В том числе самой Армении, да, вот этот момент бесперспективности. То ли они в шоке от этого не могут прийти в себя, то ли нет. Я еще хотел бы, буквально мне сейчас режиссер говорит, у нас пара минут остается. Михаил, вы человек, который занят непосредственно работой в городской, так сказать, инфраструктуре, городской мэрии, если не ошибаюсь, там стратегическое планирование за вами. Ну, я могу ошибаться, вы меня подправьте просто, если что. Я почему это спрашиваю? Наверное, ну, весь мир видел, и вы, наверное, знаете то, что они бомбили ночной город, спящий город Гянджа, они бомбили Барду. То есть целенаправленно ночью бомбить мирный город, чтобы побольше людей погибло и так далее. Вы знаете, мы в Израиле с этим, к сожалению, хорошо сталкиваемся, когда к нам прилетают по ночам ракеты. И мы знаем, что вот такой варварский бандитин, как это трагично и как это больно. Да, я хочу вот, понимаете, я хочу одного момента коснуться. Вот, понимаете, это не какие-то шальные пули, да, это баллистическими ракетами били... Целенаправленно уничтожением мирного населения. Да, и это не мог сделать какой-то солдат, это не мог сделать командир какой-то роты, это принималось на высшем уровне. Как вы считаете, кто будет нести ответственность за это военное преступление? Просто желание уничтожить, ну, у них агония, просто желание уничтожить мирное население. Ну, по закону нести ответственность должны те чины, которые принимали непосредственно эти решения. Понятно, что рядовой солдат, который нажимал на кнопку, хотя, в принципе, и он мог отказаться от этого. Но это нереально в нынешней ситуации. Но, безусловно, нести должны вот эти военные чины и полиции, которые стоят во главе Армении. Проблема в том, что когда сейчас, я надеюсь, в ближайшее время закончится конфликт, по моему мнению, в Армении тоже произойдет перетасовка вот этого клана правящего, изменятся ли люди, стоящие вверху власти, и найти виноватого, опять-таки, будет не очень просто. Хотя, безусловно, страны мира должны приложить к этому ответственность, в том числе и Россия, которая, в общем-то, однозначно тоже ответила Армении на призыв Кишиняна ввести свои войска и принять участие на стороне Армении, о том, что все происходящее, все события происходят на территории суверенного Азербайджана. Ну, а возвращаясь к муниципальным делам и к Гяндже, могу сказать такую вещь. Буквально год назад, когда я был в Азербайджане в составе делегации глав муниципальных из Израиля, кстати, ввелся вопрос, поднимался вопрос о том, чтобы сделать города по-братиму, город Хулон, вице-мэром которого я являюсь, и город Гянджу. И поэтому вдвойне было больно видеть то, что происходит и как разрушаются, во-первых, как гибнут люди, это самое главное, а во-вторых, как разрушаются исторические памятники, как рушатся города. Это действительно большая трагедия, и весь мир должен увидеть, кто в ней виноват, и кто по-настоящему несет ответственность за происходящее сегодня там. Конечно, несомненно, будем надеяться, что это так и будет. Михаил, в любом случае, огромное спасибо вам за то, что нашли время, присоединись к нашему эфиру и ответьте на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо вам, удачи и всех-всех благ от Азербайджанского народа. Спасибо, взаимно, взаимно, спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC был специальный выпуск, специальный выпуск вел я, Саран Зайб. Гостем специального выпуска был Михаил Сутовский, вице-мэр израильского города Холона. До свидания, до новых встреч.